И снова здравствуйте! В эфире СБС новости в студии Фарида Дилов. В начале выпуска коротко о главном. «Ханкинды – наша историческая земля. Я уверен, что в Азербайджане это знают все. В мире тоже знают, что город Ханкинды был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название – Ханское село», заявил президент Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабахского университета в Ханкинды. Исполняется 30 лет со дня подписания соглашения между государственной нефтяной компанией «Сокар» и ведущими мировыми нефтяными компаниями о совместной разработке месторождений «Азари», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Юнышли» в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом распределении нефтедобычи. Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис призналась, что владеет огнестрельным оружием и заверила, что если кто-то проникнет незаконно в ее дом, то она будет стрелять. Глава польского МИД Родослав Секорский предложил передать Крым под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума. В Киеве же ответили, что территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов. Создание Карабахского университета – историческое событие. Об этом заявил президент Азербайджана на встрече с преподавателями и студентами высшего учебного заведения. Подчеркнув, что предстоящие три года будут построены новые учебные корпуса, глава государства выразил надежду, что Карабахский университет станет одним из ведущих вузов республики. Президент Ильхам Алиев рассказал о героизме и профессионализме азербайджанских военных. В мировой военной истории не было операций, подобных тем, что провела армия Азербайджана. Глава государства отметил, что 44-дневная война показала, что, возможно, ни в одной стране нет общества, демонстрирующего такое единство, как азербайджанское. В течение 44-х дней каждый день идти вперёд, прорывая в сложных географических условиях 5-6, а в некоторых местах 7 оборонительных линий врага. Подниматься снизу вверх, неся потери. Освободить такую неприступную крепость, как Шуша, сбираясь на отвесные скалы только с лёгким оружием. Какая армия в современной истории продемонстрировала такой героизм, профессионализм? Это правда. Президент Азербайджана Ильхам Алиф находится в Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня в городе Ханкенде глава азербайджанского государства принял участие в открытии после ремонтных работ Карабахского университета и студенческого общежития. Также Ильхам Алиф провёл встречу с преподавателями и студентами высшего учебного заведения. Ранний Ильхам Алиф побывал и в других освобождённых от оккупации районах и городах Азербайджана, где открыл ряд инфраструктурных объектов. Спустя четыре года с момента окончания 44-дневной войны Карабахский регион Азербайджана приобрёл совершенно иной облик. Постанавливаются города и сёла, открываются промышленные парки, реставрируются культурные памятники, создаётся дорожная инфраструктура. Одним словом, в Карабахе открылись новые возможности для внутренней и внешней инвестиционной активности. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиф отправился на освобождённые от армянской оккупации территории, где открыл ряд инфраструктурных объектов. В жемчужине Карабаха, городе Шуша, состоялось открытие площади флага после реконструкции. Общая площадь территории составила свыше 9 тысяч квадратных метров. После реставрации открылся и дом-музей выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджи Бейли, построенный ещё в XIX веке. Реставрационные работы были проведены фондом Гейдара Алиева. Посещая древний азербайджанский город Ханкенди, глава государства ознакомился со строительством Конгресс-центра на площади Победы, где в будущем планируется проводить мероприятия республиканского и международного значения. После капитального ремонта президент Ильхам Алиев открыл первый детский сад в Ханкенди, общая площадь которого составила 1340 квадратных метров. Здесь имеется всё необходимое для развития детей. В период оккупации в непригодное состояние было приведено здание Ханкендинского государственного драматического театра, которое было построено правительством Азербайджана и сдано в пользование в 1932 году. Глава государства ознакомился с предстоящей работой в театре, необходимой для его полного восстановления. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Биологическая лаборатория, кабинеты технологий и информатики и многое другое, необходимое для учеников и педагогов. В целом, за последние годы в столице и регионах были проведены многочисленные работы по модернизации старых школьных зданий, а также строительству новых учебных заведений. При поддержке и по инициативе фонда Гейдара Алиева процесс строительства школ и развития дошкольного образования в стране реализуется последовательно и планомерно. Кроме того, в рамках поездки глава государства ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в отеле Булут в городе Ханкэнди. В пятиэтажном отеле общей площадью 5000 квадратных метров с прекрасным панорамным видом будет 44 номера различного типа. Что касается же создания дорожной инфраструктуры, строительство автомобильных дорог ведется в соответствии с графиком, при этом большая часть из них дороги республиканского значения. В настоящее время стремительными темпами продолжается реконструкция автомобильной дороги Агда-Маскиран-Ходжалы-Ханкэнди общей протяженностью свыше 33 километров. Дорога облегчит передвижение транспорта, окажет существенное влияние на развитие сельского хозяйства и туризма в регионе. Автодорога также позволит водителям и пассажирам, желающим поехать в города Ханкэнди, Шуша и Лачин с бординского направления, быстро и безопасно продолжит движение с использованием этой кольцевой дороги, не въезжая в город Агдам. Ранее Ильхам Алиев посетил Агдамский район, где ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в селе Хадерлы, где планируется разместить как минимум 5000 человек. В Агдаме глава государства заложил фундамент стадиона «Имайрет», который планируется построить в соответствии с требованиями УЕФА четвертой категории. Игровое поле стадиона будет иметь натуральное газонное покрытие. Вместимость стадиона составит почти 12 тысяч зрителей. В частности, состоялось открытие Агдам Сити Хотел, комплекса «Имайрет», а также ряда новых заводов в Агдамском промышленном парке, созданным под управлением Агентства развития экономических зон, согласно указу главы государства, от 28 мая 2021 года. Промышленный парк охватывает территорию площадью 190 гектаров. Целью его создания является возрождение освобожденных от оккупации территорий, реализация промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства, повышение занятости населения в сфере производства. Географическое положение региона, человеческие ресурсы и доступ к инфраструктуре расширят возможности района стать в будущем промышленным центром Карабаха. В рамках поездки на освобожденные территории президент Ильхам Алиев ознакомился и с работами, проводимыми в селе Кенгерли, а также принял участие в церемонии закладки фундамента села Эйвазханбейли Агдамского района. Уже в следующем году начнется первое переселение в Агдам, теперь уже бывшие вынужденные переселенцы спустя столько лет разлуки смогут вернуться на свою малую родину. Съемочная группа CBC находится в Агдамском районе и в рамках медиатуры по следам президента продолжает знакомиться с восстановительными работами. Моя коллега Передвиня Малиева находится в комплексе Имарет, одном из уничтоженных и разграбленных в результате армянского вандализма в Агдамском районе историко-архитектурных сооружений. Фарид, здравствуй! Фарид, здравствуй! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш визит в Агдамский район и знакомимся со строительными работами здесь. Так ранее мы побывали на территории промышленного парка Агдамского района. Кроме того, съемочная группа CBC ознакомилась с работами, проводимыми в комплексе Имарет города Агда, где мы, собственно говоря, и находимся на резиденции основателя Карабахского ханства Панаха-ли-хана. Имарет считается одним из древнейших владений ханской династии. Согласно историческим источникам, этот комплекс был построен в период Первого ханства в 1738 году. В комплекс Имарет здесь находятся могилы основателя Карабахского ханства Панаха-ли-хана и правивших ханством в различные годы Ибрагим Халил-хана, его сына, а также дочери, выдающиеся поэтессы, художницы Хуршидбануна Таван. На этом кладбище также похоронены и другие выдающиеся личности из рода карабахских ханов. Было отмечено, что после оккупации города Агдам кладбище подверглось армянскому вандализму. Усыпальница Ибрагим Халил-хана и надгробный памятник Хуршидбануна Таван также были разрушены армянскими вандалами. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхамалиева в 2023 году в Агдамском комплексе Имаорят были начаты реставрационные работы и археологические исследования с участием местных и зарубежных специалистов. Ну вот, собственно говоря, нашей съемочной группе Фарид удалось пообщаться с местными и зарубежными представителями комплекса Имаорят. Давайте послушаем. В начале 2021 года я прибыл по приглашению Министерства культуры Азербайджана, чтобы проверить состояние памятников, находящихся на освобожденных территориях. Мы обнаружили памятник XVIII века в очень плохом состоянии. Во время армянской оккупации комплекс Имаорет, состоявший из семи зданий, был почти полностью разрушен. В сотрудничестве с Институтом археологии и антропологии Академии наук мы приступили к реализации проекта по восстановлению старого комплекса. Как оказалось, многие объекты не подлежат восстановлению, но нам удалось совершить реставрацию здания, которое армяне использовали как хлев для скота. Мы вернули прежний облик очень важного для всего Азербайджана архитектурного объекта. Когда мы только сюда пришли, полностью вся территория была разрушена со стороны Армении. И все памятники, мавзолеи и старинное кладбище было полностью разрушено и разбросано по всей территории. В рамках нашего проекта были проведены археологические работы вместе с экспертами из-за рубежа, а также с Институтом археологии, этнографии и антропологии Азербайджана, Академией наук. И в рамках проведенной работы было обнаружено 213 мусульманских надгробий, и все они были восстановлены. Ну что ж, Фарид, я напомню, что съемочная группа CBC находится в городе Ахдам. Мы также знакомимся со строительными и восстановительными работами здесь, в Ахдамском районе, и будем продолжать вас информировать. У меня на этом все. Пока все. Тебе слово. Спасибо, Пиари. Моя коллега Пиарид Юниям Алиева рассказала подробнее о проделанных в Ахдамском районе восстановительных работах. Ну а мы продолжаем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикации по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета Азербайджана. В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение главы государства от 31 июля 2023 года об учреждении Дней городов, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Пользуясь случаем, коллектив телеканала CBC от всей души поздравляет всех граждан Азербайджана с Днем государственного суверенитета. Этот праздник – символ независимости, единства и гордости нашей нации. Сегодня трехцветное знамя Азербайджана величественно развивается на всех суверенных территориях страны. В этот знаменательный день с благодарностью чтим память наших героев, отдавших свои жизни за свободу и целостность Родины. Выражаем искренние пожелания здоровья и благополучия нашим ветеранам. Да здравствует Азербайджан! Свои поздравления по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана направила и первый вице-президент страны Михрибан Алиева. «Пусть наша территориальная целостность, суверенитет, завоеванные ценой крови наших героических солдат и офицеров, наших героев будут вечными», – говорится в сообщении Михрибан Алиевой. Ровно год назад с преступной шайкой в Крабахе была покончена раз и навсегда. Азербайджанская армия разнесла сепаратистов в пух и прах в ходе антитеррористической операции, длившейся всего 23 часа. Лидеры криминальной хунты оказались в бакинской тюрьме, а их фейковые атрибуты – на свалке. Мой рай Карабах с гордостью поют первые студенты Карабахского университета в Ханкианды. В 2023 году этот азербайджанский город перестал быть логовом армянских сепаратистов, и сюда вернулись истинные хозяева этих земель. Часть бандформирования была уничтожена во Второй Карабахской войне, а с остальными бандитами азербайджанская армия разобралась в ходе антитеррористической операции в сентябре прошлого года. Всего за 23 часа. Суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. С тех пор трехцветный флаг развивается на территории всей страны, а дата 20 сентября стала днем государственного суверенитета Азербайджанской республики. Карабах – это территория Азербайджана, и это признает весь мир. В том числе, это уже поняло, руководство Армении. Если в свое время оно говорило, что Карабах – это Армения, и точка, то сейчас говорит – Карабах – это Азербайджан. И не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Антитеррористические мероприятия в Карабахе были проведены в ответ на армянские теракты, повлекшие гибель азербайджанских военных и гражданских лиц. Кроме того, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения не выводила свои вооруженные силы и технику с азербайджанской территории. В итоге, с преступной шайкой в Карабахе было решено покончить раз и навсегда. Когда началась антитеррористическая операция, мы показали свою истинную силу. Благодаря слаженной работе и четкому выполнению поставленных задач, мы за короткие сроки добились цели. К сожалению, танк, в котором я находился, побила ракета. Я и другие члены экипажа получили серьезные ранения, но главное, выжили. Антитеррористическая операция не была направлена против мирного населения. Удары наносились исключительно по военной инфраструктуре противника, а гражданское население было защищено. Утверждение о массовых жертвах среди карабахских армян официально опровергнул и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сообщение о массовых жертвах среди гражданских лиц не соответствует действительности. Правильная информация – та, которая дается на официальном уровне. Иная информация – неверная, непроверенная. Правоохранительные органы Азербайджана тогда задержали так называемого президента, канувшего в лету самопоразглашенного режима Араика Рутюняна. Компанию за решеткой ему составили сразу несколько бандитов, среди которых есть и беглый российский богач, изображавший из себя госминистра Карабаха Рубен Варданян. Проще говоря, от правосудия не уйдешь, даже если ты и миллиардер. Последний, к слову, надеялся на помощь России, но там ясно дали понять – главари хунты больше никому не нужны. Что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали. Ну, я так понимаю, что их особенно в Ерване хотят видеть. В ходе антитеррористической операции был вновь развеян миф о так называемых бесстрашных полководцах Армении, Когда эти лица увидели, что азербайджанская армия героически освобождает свои земли от очагов сепаратизма, они бежали точно так же, как во время Второй Карабахской войны засунули головы в песок бывшие президенты Армении, Роберт Кочарян и Серж Сарксян. А вот как горе-герои квази-государства говорили до сентября прошлого года. По моему распоряжению, вооруженные силы Арцаха, используя систему залпового огня, открыли огонь по городу Гянджа. А ведь я говорил, я предупреждал, я призываю вас опомниться и прийти в себя. В противном случае мы будем вынуждены открыть огонь по вашим более крупным городам. Да, возможно, мы сегодня технически слабее, возможно, у нас меньше оружия. Но это ничего не значит. История доказывает многократно, что даже страны, имеющие в 10 раз меньше ресурсов, чем огромные страны, 30% лучше практически, 20,5%. Побеждали, в противном случае была сила воли, было желание, была концентрация ресурсов. После восстановления полного суверенитета страны, новыми экспонатами пополнился парк военных трофеев в Баку. Туда был доставлен в том числе армянский танк, подбитый национальным героем Азербайджана Альбертом Агаруновым в ходе Первой Карабахской войны. Этот танк армяне долгие годы держали у въезда в Шушу в качестве символа оккупации азербайджанских территорий. «Я 30 лет оккупации видел кадры, как армяне возлагают цветы к этому так называемому памятнику, который они считали символом их победы. Я не мог спокойно смотреть на эту несправедливость, но сегодня я наблюдаю другую картину. Танк привезли в Баку, и мы можем его увидеть своими глазами. Моей радости просто нет предела». Армянский миф под названием НКР уже канул небытие. Криминальный режим бесчинствовал в Карабахе с сентября 1991 года. Примечательно, что на свалку историю он отправлен тоже в сентябре. К слову, еще за пару дней до антитеррористической операции преступная шайка готовилась отметить годовщину создания фейкового режима. Но бандитам на азербайджанских территориях больше праздновать нечего. А вот истинные хозяева этих земель после освобождения Ханкяньды первым же делом провели там военный парад, который вновь продемонстрировал мощь азербайджанской армии. «Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели. Восстановили международное право. Восстановили историческую справедливость. Восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени. И сегодня я выступаю тут, перед победоносными вооруженными силами Азербайджана. То есть мы выполнили все задачи. Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас одними из приоритетных. Пусть все это знают. И пусть никто об этом не забывает. Слава вооруженным силам Азербайджана. Карабах – это Азербайджан». Карабах – Азербайджан. Тему обсудим с гостем. На прямой связи со студией Севинч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана 6-го созыва. Севинч Ханом, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Севинч Ханом, вот все мы помним заявления и действия армянских лидеров и представителей сепаратистской хунты, такие как парады в оккупированных городах, угрозы Рубена Варданяна в адрес политического руководства Азербайджана. Вот как, на Ваш взгляд, эти шаги, скажем так, усилили напряжение в регионе и стали ли они своего рода катализатором для проведения антитеррористической операции? Мы действительно живем в очень исторический момент нашей истории и являемся, я думаю, счастливым поколением тех, кто воочию наблюдает победу Азербайджана, восстановление территориальной целостности, суверенитета, учреждение президента в таких важных датах, как День Суверенитета Азербайджана, День Городов, Хан Кенды, Ходжалы, Ахдаря. Все это действительно исторические моменты, исторические события, и копилка нашей триумфальной, нашей доблестной истории пополняется день ото дня, чему мы безмерно счастливы, безмерно горды. И сегодня мы, помимо этого, отмечаем год с момента проведения нашей доблестной армии антитеррористических мероприятий в Карабахе. И помимо демонстрации силы нашей армии, антитеррористические меры, они являются одним из важных событий в нашей современной истории, потому что положили конец армянскому сепаратизму в Карабахе. Мы все прекрасно помним, что после подписания в ноябре 2020 года Ереваном акта о капитуляции в Карабахском регионе Азербайджана находилось более тысячи единиц армянских вооруженных сил, незаконных армянских вооруженных формирований. И несмотря на то, что были достигнуты определенные договоренности, армянские боевики на территории Карабаха должны быть разоружены. И на протяжении трех лет Азербайджан делал все возможное, чтобы устранить напряженность в Карабахе, продолжить нормальный процесс реинтеграции, который обеспечит сосуществование азербайджанцев и армян, а также найти решение вопроса путем двухсторонних переговоров. И вместо того, чтобы пойти на прямые переговоры с Азербайджаном, вместо того, чтобы внеблить призывом Азербайджана, армянские вооруженные силы были заняты увеличением своей численности, закупкой нового вооружения, проведением провокаций. Ситуация дошла до того, что сепаратисты в Карабахе, помимо того, что не отказываясь от претензий на независимость, проводили, так скажем, игрушечные выборы, выступали с заявлением против азербайджанского государства от имени так называемого парламента. И помимо этого, премьер-министр Пашинян направлял поздравительные письма этому военному режиму. Все дошло до того, что, как мы все прекрасно помним, 19 сентября прошлого года армянские вооруженные силы совершили серию предотвращения всех этих провокаций, и обеспечения реализации, в первую очередь, положения трехстороннего заявления и восстановления конституционного устройства нашей республики были предприняты локальные антитерристические мероприятия, в результате которых менее чем за 24 часа армянские сепаратисты были вынуждены поднять флаг, а в дальнейшем уже 28 сентября глава сепаратистского режима Карабаха Савгил Шахмарян подписал документ об отмене так называемого режима. И таким образом, в результате проведенных менее чем за сутки антитерристических мер армянская армия, незаконно находящаяся на территории Азербайджана, была полностью разоружена, покинула страну, и незаконный режим хунты был полностью упразднен. И сегодня мы наблюдаем, как те самые люди, вот у вас в кадре, они фигурировали, этот Арутюнян и Варданян, которые угрожали Азербайджану, которые сказывались против Азербайджана, в общем, гроз, заявляя о своих каких-то правах, о полномочиях и так далее. И сейчас они находятся, предстали перед азербайджанским судом, перед азербайджанским правосудием. И я думаю, что ни один азербайджанец, гражданин Азербайджана, даже проживающий за рубежом, никогда не забудет все кадры, когда в октябре прошлого года президент Ильхам Алиев поднял наш трехцветный клавкан Кянди, Ходжалы, Вахдаряев, Ходжавенди. И это, так скажем, финал исторической победы Азербайджана. Это действительно момент безмерной гордости азербайджанского народа. И сегодня мы по прошествии года, опять же, оглядываясь назад, понимаем, какая вообще ситуация происходила. Потому что на протяжении 44-дневной войны и после нее правительство Армении, все еще не осознавая свои обязанности, свою ответственность после подписания трехстороннего соглашения, поддерживали военную пункту, содержали остатки вооруженных сил в Азербайджане, в Карабахе. Некоторые страны, нашему большому сожалению, своей необоснованной поддержкой Армении создавали, так скажем, альтернативную реальность. И, к большому сожалению, эти попытки и сейчас продолжаются. Но я думаю, что именно триумфом антидаристических мер, мероприятий, является то, что Азербайджан полностью поставил точку в вопросе окончания сепаратистского режима и разоружения сепаратистов в Карабахе. Азербайджан полностью заявил о своей территориальной целостности, о своем суверенитете и, в первую очередь, так скажем, верховенство международного права на повестку дня, привлекая внимание мировой общественности к тому, что международное право должно работать, международные законы должны работать. И каждая страна имеет право своими собственными силами, если, конечно, это в ее полномочиях, в ее возможностях. Здесь, естественно, Азербайджан является, так скажем, показательной страной, которая благодаря своим усилиям, своей доблестной армии, мудрой политике президента Ильхама Алиева освободила свои территории, восстановила суверенитет. И сегодня то, что мы наблюдаем, по прошествии достаточно короткого периода времени, это колоссальные работы, которые проводятся на освобожденных территориях. Восстанавливается инфраструктура, строятся школы, жилые дома, больницы, стадионы, отели, то есть огромное количество объектов сегодня восстанавливается, строится, восстанавливаются культурные монументы, культурная составляющая Карабаха. И помимо этого мы каждый день наблюдаем все больше и больше количество людей, вынужденных переселенцев, которые возвращаются в свои родные дома. Я думаю, что визит президента, так скажем, традиционным, такие значимые даты, значимые дни, президент совершает визиты на освобожденной территории. Вчера мы наблюдали президента в Ахдамском районе, сегодня он участвует на открытии Карабахского университета. Все это показатели того, насколько важна реинтеграция Карабахского региона во все сферы политики Азербайджана. Экономическая составляющая здесь имеет огромное значение, поскольку развитие экономики, на примере Ахдамского промышленного парка, это все делается для того, чтобы в ближайшие сроки, в короткое время, Карабахский регион влился, интегрировался в национальную экономику Азербайджана. Открытие университета также является показателем того, что сегодня для нас, помимо экономики, развитие научного потенциала, развитие культурной жизни в этом регионе, также является первостепенным. И в целом, если говорить о такой значимой дне, значимой дате, которую мы с этого года начинаем отмечать, это день суверенитета Азербайджана, что такое суверенитет для народа? Помимо того, что, как выразился господин президент, это чувство единства, это чувство гордости и справедливости народа, помимо этого, я считаю, что это триумф политической воли государства, руководителя государства. Это триумф единства народа и триумф доблести нашей армии, триумф наших дипломатических способностей и достижений. Все это вкупе позволяет Азербайджану сегодня выступать как страна, которая наряду с железным кулаком обладает гуманитарными навыками ведения мирных переговоров. Сегодня мы, протягивая руку мира, говорим о том, что мирное соглашение должно быть подписано в рамках международных законов, учитывая благополучие азербайджанского населения Карабаха, а также предлагая определенные условия благополучного существования армянского населения. То есть все это еще раз демонстрирует Азербайджан как страну, которая сегодня занимает значимое и, так скажем, показательное, значимое место в мире и является показателем, хорошим примером для того, чтобы устанавливать мир, устанавливать безопасность как на своей территории, так и в регионе. Большое спасибо, Севинч Ханун, спасибо за то, что подключались к нашему эфиру. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией была Севинч Фаталиева, депутат парламента Азербайджана 6-го созыва. Ну а мы продолжаем. Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане также отмечается День городов Ханкенды, Ходжалы, Ходжавент и Агдере. Распоряжение об учреждении этого дня подписал двумя днями ранее президент Ильхам Алиев. В результате однодневных локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года, в продолжение победы в Отечественной войне, страна полностью восстановила свой суверенитет. Таким образом, был положен конец деятельности, установленного на территории Азербайджана сепаратистского режима. Остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные отряды были разоружены и выведены с оккупированных земель. Конституционный строй Азербайджана был восстановлен на всей территории страны с полным обеспечением суверенитета республики. 30 лет прошло со дня подписания Азербайджаном крупного соглашения, значимого как по объему углеводородных запасов, так и по сумме инвестиций. Контракт Века открыл новый этап развития экономики Азербайджана. Стратегическое соглашение по разработке блока месторождения Азери-Черак-Генашли в азербайджанском секторе Каспийского моря было заключено ровно три десятилетия назад. Контракт Века предусматривал вывод азербайджанской нефти на мировые рынки. Но подписанный 20 сентября 1994 года документ сыграл и важную роль в экономическом развитии страны. Была определена нефтяная стратегия Азербайджана, которая послужила привлечению иностранных инвесторов в страну, диверсификации маршрутов транспортировки углеводородов, а также эффективному управлению нефтяными доходами страны. Мы начинаем большое сотрудничество, и я не сомневаюсь, что оно будет успешным. Независимая Азербайджанская республика займёт достойное место в мировом сообществе, в мировом экономике. В мировом экономическом сообществе как хозяин своей судьбы и богатства. Благодаря успешной реализации контракта ВЕКО, вскоре Азербайджан приступил к работе и над другими стратегическими проектами. Основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, освоение крупнейшего газового месторождения Шарданец, Южный газовый коридор, железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, экспортные коридоры зелёной энергии и многие другие проекты – свидетельство растущего в мире доверия к Азербайджану, зародившегося благодаря успешному исполнению контракта ВЕКО. Такие международные контракты, они всегда идут на пользу любой стране. Понятно, что жизнь иногда вносит свои коррективы, они не всегда так выполняются, как хотелось бы, но тем не менее, то, что он продлевает, это свидетельствует о том, что есть интерес к этому. И в этом плане я чудесно понимаю, какая жемчужина, что из себя представляют шельфы Каспийские именно в Азербайджане, и какая это жемчужина, это ваше национальное богатство, которое должно работать на благо вашей страны и жителей вашей страны. В историческом нефтяном соглашении были представлены 13 компаний из 8 стран, в том числе Амака, Бипи, Макдермык, Сокар, Лукоис, Статойл, Эксон, Тойкиш, Петролиум и другие. Только в нефтегазовой отрасли контракт ВЕКО открыл путь к заключению еще 26 соглашений с участием 41 нефтяной компании, представляющих 19 стран. Соглашение предусматривало создание производственных платформ на нефтяных месторождениях примерно в 100 километрах от Баку, на побережье Каспийского моря был построен Сангачайский терминал. Это дало толчок для развития нефтяного отрасли, строительства турбопроводов, естественно, я вспоминаю Баку, Береси, Чехан, Баку, Береси, Каши, а также для укрепления международного энергетического события. Но давайте подумаем, какое экономическое значение было именно в контракте ВЕКО. Благодаря этому контракту Азбатюн смог стать важным игроком на мировом энергетическом рынке. Нефтяные доходы позволяют Азербайджану модернизировать свою инфраструктуру, развивать соответственно институциональную программу, улучшать уровень жизни населения и активно диверсифицировать экономику, подчеркивает эксперт. Эта тенденция особенно активна в последние годы. Контракт ВЕКО укрепил международный статус Азербайджана как надежного партнера в энергетической сфере, подытожил аналитик. То есть Азербайджан не только на политическом арене, но и в энергетической сфере получает статус надежного партнера. И, соответственно, Азербайджан укрепляет свои позиции как в геополитике и становится важным транзитным узлом для транспортировки энергоресурсов в Европу и другие части мира. Это сотрудничество с международными энергетическими гигантами, такими как Азербайджан, тогда были БПИ, другие Ветранас, другие гиганты. Открыла дорогу для многих других успешных проектов, инициировала дорогосрочные партнерства в энергетическом секторе. Таким образом, 30 лет спустя, контракт ВЕКО по-прежнему остается символом экономического роста, политической стабильности и энергобезопасности распространения. По данным оператора блока месторождения БПИ Азербайджан, с начала добычи на АЧГ в ноябре 1997 года и по состоянию на конец текущего года здесь произведено 4,4 млрд баррелей нефти. По трубопроводу Баку-Тбилиси Джейхан на мировые рынки поставлено свыше 4,3 млрд баррелей нефти. Только с терминала Джейхан с 2006 года отправлено 5,707 танкеров с нефтью, добытой на АЧГ. Сегодня Азербайджан – надежный партнер и поставщик сырья в западные страны. Республика является инициатором многих масштабных проектов в области возобновляемой энергии, транспорте, логистике, охране окружающей среды. А опыт, полученный страной за прошедшие годы, позволяет утверждать – все инициативы, реализуемые при участии Азербайджана, обречены на успех. Федеральная резервная система США впервые за последние два с половиной года объявила о снижении базовой процентной ставки, что получило одобрение со стороны президента страны Джо Байдена. Глава американского государства отметил, что это решение станет важным шагом в поддержке экономики и снижении расходов для потребителей. Президент США Джо Байден назвал решение Федеральной резервной системы о снижении базовой ставки на полпроцента позитивным событием для потребителей. Он заявил, что ожидает дальнейшего снижения процентных ставок со стороны ФРС и пообещал, что его администрация продолжит прилагать усилия для снижения расходов обычных американцев. «Вчера произошло важное событие. Спустя два с половиной года после повышения процентных ставок Федеральная резервная система начала их снижать. Это хорошая новость для потребителей, так как сниженные ставки уменьшат стоимость покупки жилья, автомобилей и других товаров. Для экономики в целом это позитивный сигнал, поскольку поддержит экономический рост. Инфляция, которая когда-то достигала 9,1%, теперь ближе к 2%, но работа ещё не завершена. Снижение ставок – это не победа, а прогресс, который открывает новую фазу в экономическом восстановлении страны». Многие эксперты считали, что единственным способом остановить рост инфляции будет рецессия. Однако эти ожидания не оправдались. Политика администрации Байдена, направленная на развитие внутреннего производства, вложения в экологически чистую энергетику и инфраструктурные проекты, а также на ограничение стоимости лекарств для пенсионеров, привела к созданию 16 миллионов новых рабочих мест и росту заработных плат. «Инфляция сейчас снижается, и в США она падает быстрее и ниже, чем в большинстве других развитых стран. Поэтому вместо того, чтобы повышать процентные ставки, их будут снижать. И ожидается дальнейшее снижение, что является положительным моментом для нас». Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что несмотря на стабильность экономики, Федеральный резерв снижает ставки, чтобы предотвратить возможные проблемы на рынке труда. Уровень безработицы сейчас составляет 4,2%, что на полпроцента выше по сравнению с мартом 2022 года, когда ФРС начала активно повышать ставки. В целом опросы показывают, что американцы всё ещё обеспокоены экономикой и инфляцией. Сабина Мурадова, CBC. Страны-члены НАТО должны повысить расходы на оборону. По мнению покидающего пост генсека НАТО Йенса Столтенберга, 2% ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности Альянса. В прощальной речи Столтенберг отметил, что чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность Альянса. Генерал и секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государство, входящее в Альянс, увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Брюсселе с прощальной речью. Генсек считает, что чем больше будет денежных средств в Альянсе, тем сильнее будет оборона стран-членов организации. Для новых планов по наращиванию военной мощи блока требуется больше расходов, подчеркнул Столтенберг. С 2014 года расходы Североатлантического Союза значительно выросли. Все страны НАТО теперь инвестируют в оборону не менее 2% ВВП или планируют достичь этого показателя в ближайшее время. И впервые общие расходы на оборону в Европе и Канаде превысили целевой показатель в 2%. Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное 10 лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого уже недостаточно. Без Турции на юге, Норвегии на севере США, Канады и Великобритании на западе невозможно представить безопасность европейского континента. Столтенберг уверен, что большую роль в сохранении безопасности в этом регионе непременно играет Североатлантический альянс. Европейцы должны понять, что без НАТО в Европе не будет безопасности. 80% оборонных расходов НАТО приходится на страны, не входящие в ЕС. Прокладывая путь к более тесной европейской интеграции, Альянс воссоединил Германию, помог распространению демократии, приносит огромные выгоды как Европе, так и США. Ни одна великая держава не имеет столько друзей и союзников, сколько США. Уходящий руководитель Альянса не оставил без внимания вопрос российско-украинского конфликта. По словам Столтенберга, лучшей гарантией мира и безопасности в Украине может стать ее членство в НАТО. Для этого Киеву следует получить одобрение всех членов Альянса и завершить конфликт. Генсек добавил, что Альянс старался сберечь диалог с Россией. Но сейчас практически нет возможностей для результативных переговоров. Предоставив Украине больше оружия, мы можем заставить Путина понять, что он не может получить желаемые силой. Он будет вынужден признать Украину суверенным государством. Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем велика вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну. Чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем быстрее завершится конфликт. Йенс Толтенберг является генеральным секретарем НАТО с 2014 года. 1 октября его сменят в Трансатлантическом военном альянсе бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Как сообщалось ранее, Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности после февраля 2025 года. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения там референдума. В ответ из Киева заявили, что территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов. Крым следует передать под мандат ООН для проведения беспристрастного референдума о его статусе. С таким скандальным заявлением запомнился глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины. Крым символически важен для России и особенно для Владимира Путина, но стратегически важен для Украины. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителем. Эту процедуру можно отложить на 20 лет. В свою очередь, Киев ясно дал понять, что Крым является частью Украины и не будет предметом торгов. Ведомстве четко дали понять, что территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина. Точка. Мы надеемся на поддержку партнеров в том, чтобы Россия восстановила территориальную целостность Украины, включая полуостров. Стоит отметить, что под мандатом ООН понимает долгосрочную международную миссию, санкционированную Генеральной Ассамблеей Организации или Советом Безопасности ООН. Как правило, такие мандаты связаны с миротворческими операциями. Балифа Бахшиева, CBC. Франция может остаться без правительства. Президент Эммануэль Макрон не признал состав руководства страны, который предложил премьер-министр Мишель Барни. Ведь большинство в новом списке – представители партии Барния – республиканцы. В перечне также заметили имя Астрид Панасян, главную помощницу Макрона и любимицу армянского лобби. Президент Франции Эммануэль Макрон не одобрил предварительный список министров в новое правительство, предложенный премьер-министром Мишелем Барния, сообщила газета Le Monde. По их информации, окружение Макрона посчитало одноцветным предложенный Барния список 38 кандидатов. Особенно обращает на себя внимание большое число представителей партии-республиканцы, к которой относится и сам премьер. Барния планировал выделить для своей команды до трети всех министерских постов. В Елисейском дворце утверждают, что Макрон стремится избежать преобладаний в правительстве министров из одной партии. «Я считаю, что Барния не сумеет сформировать правительство и может уйти в отставку. Он осознаёт, что невозможно быть премьер-министром Эммануэля Макрона, если вы не подчиняетесь его приказам. И это не соответствует личности Барния. Согласится ли Макрон наконец признать, что он проиграл выборы, что у него есть желание к смене власти в этой стране? Я думаю, что Макрон пытается обойти настоящий выбор французов. Он не соглашается с тем, что существует как минимум одна степень автономии премьер-министра и правительства. Политики находятся в довольно тревожном отношении с президентом Франции». По данным телеканала Бифим ТВ, премьер-министр Франции Мишель Барнье планировал в будущем к обмене выдвинуть 16 человек на министерские должности, а остальных 22 назначить на должности министров-делегатов. Среди кандидатов в новом списке присутствуют 7 представителей пропрезидентской коалиции. Три депутата от правых республиканцев и два от правоцентрического демократического движения. Тем временем продолжаются обсуждения о возможном импичменте президента Франции Эммануэля Макрона. «У Макрона есть позиция, которая проявляется в предложении об импичменте. Всегда ведутся бесконечные споры по поводу статьи Конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Франции. Макрон хочет выйти из этих рамок. Всё начинается сразу с его поведения, которое не соответствует Конституции. Он не уважает результаты голосования, которые он сам спровоцировал. В этой критической ситуации необходимо уметь интерпретировать Конституцию. Но с Макроном это не получается, и я думаю, он очень беспокоит французов такой позицией». Вместе с этим СМИ узнали о том, что Мишель Барнье намеренно назначит напарницу в партии Макрона и лицо армянского лобби Острид Фанасян на должность главы Минтруда Франции. Она запятнала свою карьеру антиазербайджанскими высказываниями и поддержкой сепаратистской хунты в Карабахе. Именно Острид Фанасян стала причиной пламенной любви президента Франции Эммануэля Макрона к армянам больше, чем к собственным гражданам страны. Таким образом, какой бы ни была новая власть во Франции, она продолжит проводить проармянскую политику во вред самой себе. Сарвинас Гаджалеева, Эльвин Абдулаев, CBC. В Азербайджане впервые прошел региональный этап чемпионата мира по стартапам. Событие было организовано в университете Ада. Данный конкурс входит в число самых престижных на мировой арене и имеет огромное значение для дальнейшего развития стартапов и инвестиционной экосистемы в стране. Азербайджан продолжает демонстрировать стремительный рост в разных сферах. Так, в Баку состоялся первый региональный этап чемпионата мира по стартапам. Под крышей университета Ада мероприятие собрало более 50 гостей, среди которых были высокопоставлены официальные лица – директора компаний и инвесторы. Это свидетельствует о широком интересе общества к развитию предпринимательства и инновационной деятельности в Азербайджане. Наше мероприятие представляет собой чемпионат мира по стартапам, которые каждый год проходят в Сан-Франциско. Там между собой соревнуются кандидаты-победители примерно из 70 стран. Мы впервые проводим такое мероприятие в Азербайджане, и наш победитель отправится на соревнования в США. В рамках мероприятия пять кандидатов представили свои стартапы. Они подробно ознакомили зрителей со своими идеями. Оценку проектам давало жюри, состоящее из местных и международных экспертов. В конце мероприятия путем голосования был выбран победитель, который представит Азербайджан на заключительном этапе чемпионата мира в Сан-Франциско 4 октября. Победу одержала технологическая платформа «Стакт», которая занимается предоставлением услуг в сфере переезда и хранения вещей. Мы являемся технологической платформой, которая соединяет вас с самозанятыми грузчиками, которая перевозит вас с одной локации в другую, когда вы переезжаете, либо забирает ваши вещи на хранение. И вы получаете в электронном формате список своих вещей, онлайн-инвентарь, который дает вам возможность в любой момент запросить определенную вещь обратно. Чемпионат мира по стартапам является одним из самых значимых платформ, направленных на выявление новых предпринимателей и объединение их с глобальными инвесторами. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов, что добавляет дополнительный стимул и мотивацию для участников. Ежегодно лучший стартап получает возможность развивать свой бизнес на международной арене. Это были все новости к этому часу. А с вами был я, Фарид Адилов. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин